мой двигатель 145 объемом и со степенью сжатия 13 единиц прошел он где-то три с половиной тысячи все это это летом в основном за лето и за осень все было отлично но с наступлением холодов у меня произошло вот какое явление следующее показываю вот она белая пена причем такая хорошая обширная это она уже чуть-чуть убавилась было тут на заведенном моторе больше ну он там в крышке видно что пена есть и что характерная стала выгонять охлаждающую жидкость из радиатора причем причем сначала в расширительный бачок а потом уже и так вот тут потеки у меня есть явление произошло это дело резко у меня то есть нормально 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 потом в один прекрасный момент едешь печка перестает греть то есть уровень упал и сильно выгоняет было снято головка на что я здесь хочу обратить внимание где нужно смотреть прижим то есть я немножко протер замок от остатков тосола и масла значит вот здесь вот видно где была металлическая кромка на прокладке кольцо здесь вот на третьем цилиндре на втором цилиндре более менее везде прижатие было неплохое кстати вот тут только немножко вот темненькое то есть вот в этом месте но в принципе обжатие было на первом же цилиндре вот я хочу заметить видно что здесь вот затемнение это хорошо видно так вот с другой стороны например там нормально и четвертый цилиндр самый проблемный вот она то есть видно что здесь затемнение было и обжатие было плохое более того но специально так стану чтобы показать что вот с этой стороны вот здесь вот видно на на блоке нагар просто нагар то есть прокладка не прямо по краю проходила вот в этих местах по камере сгорания то есть вот например третий цилиндр видно что с обоих сторон примерно одинаковый на 1 на году есть прокладка было одной формы а вот здесь вот вот такой вот лепесток то есть много нагара и то же самое то есть вот на первом цилиндре видно что здесь как будто бы кольцо вытянулась в эту сторону смотрим на головку вот она наша головка 1 2 3 4 цилиндр ну сам четвертый цилиндр тут у меня еще дополнительно неисправность поршневой ну что он расходом масла у него появился вот один цилиндр то есть расход масла имел один цилиндр так но я хочу не обо мне на это обратить внимание на головке вот здесь вот хорошо видно что вот здесь вот вот затемнение то есть обжима здесь не было вот здесь в других местах есть обжим и вот здесь есть есть и вот здесь на первом цилиндре теперь что самое важное берем прокладку вот она наша прокладка которая стояла на что я хочу обратить внимание вот здесь вот я спряток положу чтобы видно было на свет не это нормально держится сейчас будут как раз на отблеске очень хорошо видно вот трещины раз вот она трещина 2 и вот здесь вот трещина 3 вот согни его сами вот а вот здесь уже было видно что вот ну короче вот то есть это все вот тут вот даже металлическое колечко не выдержала и лопнула то есть поэтому явление произошло резко когда она лопнула начала выгонять уже интенсивно воду далее то есть и получается вот сейчас и получается то есть форма прокладки стала такой что ее в эту сторону вытянула то есть просто выдавила прокладку то же самое на первом цилиндре аналогична ситуация с первым цилиндром сейчас у делал у меня вот она трещина вот посередине вот она это вот она так лопнула и все выдавила на тресной вот здесь вот чуть-чуть выше вон она трещина на да вот сломаю вот вот короче говоря чтобы видно было вот то есть вот это вот трещина также обжим смотрится по прокладке чтобы понять где была поверхность либо провалена либо просто не герметично то есть вот здесь вот второй третий цилиндр хочу обратить внимание что везде прокладка край металлического кольца он блестящий нет нигде здесь таких с одной стороны а вот другой стороны вот здесь вот на кольце чуть-чуть темная то есть это говорит о том что там прижим был не очень хороший ну а так в основном она более менее еще рабочая ну а здесь вот видно даже вот что кольцо она нагаром заросло то есть вот она это в очередной раз говорит о том что почему я и говорю что на любые двигателя маломальские даже форсированный просто с большой степенью сжатия или за скажем больше чем стандартная нужно ставить металлопакет вот металлопакет никогда так не выдавит но обычной паранитовую прокладку причем детонации здесь как таковой не было то есть если бы была детонация хочу вот обратить внимание вот поршень например первый цилиндр то есть поршень он имеет сухой нагар нет никаких повреждений ну то есть если бы была какая-то детонация но он бы давно бы развалился то есть треснул бы но точно так же второй поршень посвятится на второй сейчас вот так вот ну то есть видно что поршень есть на гарвенту не цыковки мои абсолютно да абсолютно целый то есть вот он третий позже ты не знаешь что четвертый поршень вот скорее всего то есть там у меня кольца могли залечь ну в общем это ну на вряде вот ну в общем короче говоря из трех поршней то есть из трех из 3 4 цилиндров вот три поршня нормально так что работало все в одинаковых условиях и точно так же то есть поршень хочу заметить туда просто попадал не считается поэтому поэтому вон такой сырой но у меня влага попадала она засасывала то есть и это еще раз на головку посвятика сюда вот она головка то есть камера сгорания моя нету никаких признаков того что была детонация вот эти вот здесь вот есть пару точек это кстати вот такое вот было пористое литье самом начале а так вот он вытеснитель кромка вытеснителя то есть просто нагар клапана не то же при домотаже попало масло и также хочу что еще показать вот сюда сейчас ну-ка посвятим его впуск дай во впуск вот они клапана впускные так может показаться что я их чистил на самом деле на самом деле вот здесь я ничего не чистил вот это такое так вот такой канал то есть он не завтра нагаром ничем то есть никакого нароста налета вот тут влага вот но влага это с коллектора попала у меня влага сейчас попробуем приблизить так чтобы она более-менее было видно что мы сам коллектор тоже чистый теперь проверка плоскости на ровность вот лекальный уголок мы ставим так сейчас лампу ниже как то чтобы она не слепила в камеру вот так вот держи то есть вот так вот отсюда вот так идем вот видно там вот отсюда во так вот хочу заметить то есть он везде прилегает вот в одном месте есть маленький маленький сейчас где просвет вот вот здесь вот нету просвета здесь вот нету здесь есть щуп в 0.05 сюда не залазит то есть там меньше пяти соток естественно все же небольшая деформация и на головке присутствует поэтому для поднятия степени сжатия последнее время я использую именно проточку колодца под поршень чтобы поршень выступал в головку чтобы не ослаблять плоскость привалочную вторая часть поверхности скажем так если вот приближу его вот есть там камерой видно что просвет есть небольшой но там тоже то есть там в пределах буквально пары соток сейчас вот ну то есть поверхность в принципе вот это вот по заводским меркам это считается все в допуске и что это можно собирать ставить ездить и многие так и делают собирают ставят ездят но для того чтобы исключить вот эти вот деформации конечно желательно головку так сильно не резать и делать колодцы так теперь по поводу поршневой 4 цилиндр который у меня немного ну так нормально подъедает масло в общем здесь показать на блоке это дело довольно сложно увидеть единственное что могу сказать сейчас сначала обратить внимание нужно на стенку цилиндра так ну в общем зеркало да и зеркало теперь первый смотрим вот здесь немножко видно он в некоторых местах здесь же хона практически не очень видно короче не буду ходить вокруг да около в общем сам цилиндр сам цилиндр стал что-то вроде бочки то есть он деформированный так как был гильзованный до меня еще какой был такой поставил поэтому немножко деформированный цилиндр оказался из-за этого где-то вот в этой части там как небольшая такая как ямка поэтому и расход масла это все остальные цилиндры нормальная но так как это уже мой двигатель у меня нет просто времени сейчас этим заниматься поэтому трогать я его не буду но для общего развития что хочу заметить что гильзованные блоки вот поэтому я часто говорю что гильзованные блоки я против того чтобы гильзовать и использовать гильзованный неизвестно как он себя поведет вот первую тысячу километров масло у меня не уходило вообще где-то на 1500 километров я заметил маленький расход на последнюю тысячу довольно расход увеличился так не хило вот собственно и все так вот все собственно гря собрано прокладка установлена новая так санек давай запускаю он еще холодный два еще раз ну так нормально его еще порегулировать надо так на что я хотел обратить внимание под конец вот кстати вот дымок вы может видно не видно это тосол разлившийся на частично на выхлоп кстати по паук не очень офигенного производства сейчас я возьму даже лампу не поленюсь покажу вот он паук не такой уж он и офигенно тут я не знаю как видео видно на камере не видно но вот эти вот точки это коррозия на трубе причем такая коррозия махровая очень классная то есть пальцем чувствуется ну как будто бы глушитель не знаю же года ну полтора два наверно стоит напомню прошел я у меня всего лишь в эксплуатации где-то месяцев пять вот и прошло оно всего больше 3000 немножко вот так но я хотел рассказать вот о чем в предыдущих кадрах я показывал что впускной коллекторы каналы в головке абсолютно чистые без каких-либо отложений как будто бы вот их почистили помыли ночь все это дело благодаря вот этой вот системе которую я пафосно называю адсорбер на самом деле система мега простая вот он патрубок с сапуна вон он так он поступает вот в такую вот коробку значит внутри она имеет значит она и пустая но имеет лабиринты но не конечно не герметичные между собой естественно то есть чтобы увеличить путь прохождения газа ну так она герметичная то есть вот я даже видно что герметиком промазал швы внутри кроме лабиринтов ничего нет то есть никаких мочалок там ваты еще чего-либо нет и вот с нее выходит шланг такой фильтр то есть идет все отработанные газы идут назад двигатель то есть она в атмосферу не попадает работает нормально и при этом впускной тракт абсолютно чистый ну и конечно настройка распредвала когда он стоит нормально по перекрытию в своем положении работает нормально если он сбит конечно то будут могут появляться отложения уже не раз было замечено в заключение ко всему я хочу сказать что цель данного видеоролика это наглядный пример продемонстрировать то что при сборке форсированных двигателей то есть этот двигатель я не считаю форсированным просто у него увеличенная степень сжатия скажем такой эконом вариант но при более серьезной форсировки двигателя нужно необходимо использовать исключительно прокладки металла пакет и для увеличения степени сжатия головку по возможности не срезать а делать колодцы как это было примером показано видео про 406 двигатель чтобы не ослаблять привалочную поверхность самой головки блок принципе можно срезать там он жесткий расстояние у него хватает тот ремонт который я произвел на своем автомобиле это я называю жлоб ремонт то есть головка по-нормальному ее нужно было как минимум асфоризировать чтобы поверхность все-таки была нормальная рука я так посмотрел она в допуске и мне машина нужна на каждый день то есть моя экспериментальная база поэтому себе я так сделал а вообще я не рекомендую такой ремонт производить самостоятельно то есть нужно по-нормальному отрезеровать на этом все благодарю за внимание